Специальность «Правоохранительная деятельность» – одна из популярных в Кубанском юридическом колледже. И в этом году здесь уже пятый юбилейный выпуск юристов. Ребята волнуются, но признаются, к экзамену готовились долго и основательно. Поэтому каждый студент уверен в своих знаниях. Выпускников, которые учат уголовный кодекс за 24 часа до ГОСОВ, среди студентов Кубанского юрколледжа нет. На протяжении всего обучения были практики, мы выезжали на всякие следственные действия. Конечно, это очень интересно у нас. Педагоги, профессионалы, которые прошли это все на практике, делились с нами своими опытом, нас это как бы заряжает. Парни, естественно, в армию все пойдут, потом в высшее учебное заведение, получат свои звания, сразу в должностях уже после института и будут работать по своей специальности. Половину того, что мы можем пройти в институте на первом и на втором курсе, точно нам заложили уже здесь. И что там, мы уже не пропадем. Что касается ГОСОВ, ГОСОВ, да, конечно, это волнительно. Но я думаю, все справимся, все пройдем, все получится. Студентов колледжа ждут даже в Челябинском государственном университете. У Сочинского образовательного учреждения заключен договор с Уральским вузом и не только с ним. Большинство ребят на сегодняшний день уже трудоустроены. То есть, они проходили практику и на практике показали свои высокие знания, способности, и их уже приглашают на работу в органы угрынных дел города Сочи. Популярностью пользуются именно структурные подразделения МВД, прокуратура. Поэтому мы гордимся своими выпускниками. Все четыре года со студентами, которые выбрали специальность правоохранительные органы, занимались не только сильнейшие теоретики, но и практики. Студентов колледжа развивают всесторонне. Юриспруденция и право – это далеко не все, в чем ориентируются выпускники. К выходу во взрослую жизнь ребята полностью готовы, уверены педагоги. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.